Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире телеканал ЛАБА «Православное Слово». Сегодня наша телепередача будет посвящена иконопочитаниям, иконам, их отношениям в православной церкви, вероучения церкви об иконах. Очень хочется сказать, что на этой неделе мы в понедельник прославляли икону Божией Матери Казанская. Сегодня, в среду, мы прославляем икону Божией Матери взыскания погибших, всескорбящих радость. Иконопочитание всегда в церкви считалось очень высоким в плане духовного отношения к изображениям. Иконы очень благотворно действуют на душу человека, на его духовную жизнь, на его отношение к духовному миру. Через иконы мы получаем от Бога благодать и милость Божию к нам. Очень хочется сказать, что, начиная с первых веков христианства и до сегодняшних времен, церковь относилась к иконе как к священному писанию. Только священное писание мы можем читать или слышать за богослужением, а иконы можем видеть, лицезреть святые изображения, которые на них изображены. Будь то Бог, Божия Матерь, множество святых, ангелы-хранители, вообще ангельский мир. Икона является как бы окном в духовный мир. Иконы укрепляют православных христиан в молитве, делая молитву более сильной. Концентрируют внимание на духовном мире, на духовной жизни. Иконы помогают бороться со своими... Изображения на иконах помогают православным христианам бороться со своими грехами, со своими греховными привычками, пристрастиями, примерами тех людей, тех святых угодников Божьих, которых на них изображены. Почитая иконы, молясь перед ними, возжигая свечи, делая поклоны, мы таким образом проявляем свою любовь к Богу. Не к краскам, не к дереву, а к тому, кто изображен на этих иконах. По слову святителя Василия Великого, честь, которую мы воздаем к образу, переходит к первообразу. То есть мы молимся не в вещественному составу иконы, а мы молимся тем, кто на этих иконах изображен. И, молясь перед иконами, мы для себя взыскиваем любовь Божию, благословение Божие, любовь святых угодников Божьих, которые на этих иконах изображены. Иконы являются как бы орудием, через которую Бог посылает в этот мир для своей церкви божественные милости. Творит бесчисленные чудеса и знамения для своей святой церкви. Где-то утешает скорбящих и обремененных всякими болезнями, скорбями, душевными недугами, и даже подает исцеление. Если мы с верою молимся перед тем, кто на этих иконах изображен. Таким образом, иконы являются такой святыней, которую можно сравнить только со Священным Писанием. Где хранятся иконы, как говорил в свое время святой Ян Дамаскин, там туда не может приблизиться духи злобы поднебесных. И таким образом, в заключении нашей телепередачи хочется сказать, что, как говорил в свое время Ян Дамаскин, что Святая Церковь приняла от святых отцов, от соборов, почитания икон, и кто учит противно этому учению церкви, того, говорит святитель святой Ян Дамаскин, не слушайте, не слушайте совета этого змия, который так говорит или учит противно тому, как учит Святая Церковь. И поэтому, почитая святые иконы, мы почитаем не дерево, не краски, а само изображение на этих иконах. Воздаем честь Богу, Божьей Матери, Святым Угодникам Божьим, которые на этих иконах изображены. И поэтому в Православной Церкви существует множество икон. Различных икон. Через иконы Господь показывает нам домостроительство спасения человеческого рода. В иконах как бы можно запечатлеть и запечатлевается вся история Ветхого и Нового Завета, особенно Нового Завета, жизнь Господа нашего Иисуса Христа. И поэтому на этой неделе, когда Православная Церковь чтит множество различных икон Божьей Матери, чтит вообще иконы святых, этим мы почитаем, воздаем честь этим Божьей Матери, Святым Угодникам, добродетелям святых, которые в свое время были как бы зафиксированы Святой Церковью. И поэтому мы тоже православные христиане будем стараться и дома, и в церковной молитве молиться перед этими святыми иконами и просить, чтобы Господь через этот как бы духовный мир, через это духовное как бы окно изливал на нас благодать Святого Духа и Божественную милость, чтобы укреплялись наши духовные телесные силы к спасению нашей души и к нашему телесному здравию для жизни для своих ближних, для своей семьи, для тех людей, которые нас окружают. На этом наша телепередача окончена. Всем же вам желаю Ангела-Хранителя и Божьей помощи. Субтитры создавал DimaTorzok